здравствуйте в этом видео обзоре я хочу показать вам тему бона тема бона для у коммерс те кто не знает в коммерс это самый популярный самый мощный плагин бесплатный для создания интернет-магазина на wordpress и давайте сразу о преимуществах что важно для нормальной работы хорошего интернет магазина дизайн дизайн не нужен обратите внимание на популярные интернет-магазины типа city link и так далее как выглядит у них сайты так такового дизайна там нет светлый цвет сайта с каким-то оранжевыми акцентом там кнопки шапка и так далее и по сути дизайн составляет фотографии товаров но большинство людей у нас сейчас заходит через мобильное устройство гуляя по интернет-магазинам а какой-то может быть дизайн на маленьком устройстве поэтому дизайн мы с вами отбрасываем нам с вами нужна скорость первую очередь то есть все мы знаем что сайты на wordpress на джумла перегружены тяжелыми плагинами или это конструкторы страниц все это вызывает долгую загрузку страниц у нас сейчас приоритет чтобы сайт был быстро грузился именно на мобильных устройствах потому что на мобильных устройствах многие еще используют 3g интернет а это интернет достаточно слабый клиенты ваши могут просто не дождаться загрузки сайта на мобильных устройствах значит первое что нам нужно это скорость тема бону скорость это ее конек это очень быстрая тема я не хочу сказать что это самая быстрая тема из всех тем но она одна из самых быстрых следующее преимущество на seo оптимизирована под поисковой машины то есть вы просто размещаете товары внутри все настроите никаких сложностей и поисковые системы будет с легкостью индексировать ваш интернет-магазин следующее преимущество тема полностью на русском языке если вы не знаете английский язык у вас не возникнет сложности в настройке данной темы следующее преимущество то что разработчики данной темы русские а это значит что у вас всегда будет русская поддержка то есть вы сможете общаться на одном языке с технической стороной если вдруг у вас возникнут дополнительные вопросы когда вы будете пользоваться этой темой я все достоинствах а какой же может быть у нее недостаток производительность скорость темы это одна страна медали быстрая тема все очень хорошо но вторая страна медали это многим возможно покажется недостаточно функциональная то есть не так много опций настроек чтобы гибкой там что-то настроить какие-то кнопки но я вам хочу сказать что базовые опции которые все привыкли пользоваться в интернет-магазине все там присутствует но да есть такой момент что возможно в настройке вы почувствуете некую скованность в движениях эта тема не настолько богата настройками функционала все дело в том что она не имеет тяжелых фреймворков и имеет только самое необходимое в плане гибкой настройки возможно у вас будут какие-то ограничения но если вам нужно интернет-магазин быстрый со всеми необходимыми базовыми настройками на борту то тема бона как раз таки подойдет именно вам давайте взглянем на эту тему воочию посмотрим на демонстрацию шаблона и в этом же видео я пробегусь по настройкам данной темы покажу вам где что настраивается чтобы вы могли быстро стартануть и использовать данную тему для своего интернет-магазина начнем с того что разработчики vp shop сейчас перед вами страница этих разработчиков они предлагают не только тему для woocommerce бону есть и другие темы есть и плагины ссылку именно на тему бону вы найдете в описании под этим видео или на моем сайте fedor васильев точку ком рекомендую перейти именно по моей ссылке так как я вам еще предлагаю 15 процентную скидку на данную тему да наверное будет единственным недостатком что тема не бесплатно но давайте разберем этот момент здесь я перехожу премиум темы бону тема создана не так давно это последних не разработка из тем поэтому она здесь вот на самом верху красуется внизу вы можете видеть и другие темы у меня кстати были также обзоры на тему ребут и на тему ели кому интересно также ссылки найдете в статье под этим видео на сайте fedor васильев точка ком давайте перейду по кнопке подробнее на тему бону здесь красуется демонстрация вида интернет-магазина карточки товара заказа корзины и как это на мобильных устройствах то есть чтобы вы тоже понимали что тема полностью адаптивно под мобильные устройства здесь ниже вы можете ознакомиться с краткими моментами функциональности возможности ее преимуществ все оптимизации так далее и мы с вами плавно подходим к ее в по сути недостатку если это можно сказать недостатком но вы сами должны понимать люди тратят свое время свои знания для них это их не хлеб это их не работа и если вы хотите качественный продукт он никак не может быть бесплатным всегда вспоминаете пословицу бесплатно и сыр только в мышеловке но вы тоже можете мне кинуть аргумент сказав как же так многие моменты глобальные такие популярные типа сам движок wordpress все бесплатно в у комер сам бесплатный и это хорошо я вам скажу что по сути если нам нужен интернет-магазин мы можем практически все сделать бесплатно вы должны понимать что все это бесплатно это большой маркетинговый ход чтобы потом вы докупали необходимые плагины шаблоны ну для wordpress это темы поэтому если для вас это критический момент если у вас не получается выделить вообще никакой бюджет для этой темы тогда конечно же в это видео можете закрыть но давайте я скажу вам преимуществах именно в плане оплаты здесь тоже они присутствуют да есть ограничения по доменам вы это видите но у вас если один домен один интернет-магазин вы не собираетесь делать кому-то магазин только себе вам тогда не нужно об этом заморачиваться преимущество в том что вы не попадаете в какую-то некую кабалу при оплате вам не надо будет оплачивать каждый полгода льгот и так всю жизнь здесь очень классно я считаю все сделано вы платите единожды за эту тему вы покупаете но все обновления дальнейшие которые будут выходить на тему бону вы будете бесплатно получать всегда и соответственно техподдержка тоже не заканчивается то есть вы платите только один раз и вы видите перечеркнутая цена 3 800 за один домен за три домена это 6 700 и не ограниченная сразу хочу сказать неограниченная лицензия то есть вообще не важно сколько сайтов вы сделаете не смотрите на нее так как это нужно только тем кто занимается разработкой сайтов на wordpress на заказ скажем я мне этот лицензия подошла бы но у меня как раз она и есть этого неограниченная лицензия и она естественно самая дорогая и на самом деле цена ее будет 7 800 но вы видите цены перечеркнуты и ниже вы увидите вот такую вот такие вот слова то есть перейдя по ссылке который я предлагаю у вас уже автоматически применится промо-код и я вам даю 15 процентную скидку вы видите прямо у них на сайте написано скидка для подписчиков федора васильева то есть для вас для моих подписчиков я вам некий такой небольшой бонус еще делаю скидку на данную тему можете не торопиться с покупкой темы просто посмотрите на этот обзор возможно у вас есть другие варианты хотите их сравнить здесь торопиться не нужно здесь нужно посмотреть понравится вам тем это или нет поднимемся выше здесь вы можете кликнуть на ссылку демо сайт то есть имеется демонстрация шаблона как это выглядит на главной странице вы можете использовать слайдер вы видите это работает шапки сайта все как обычно в традициях логотип меню социальные кнопки можно вывести вывести телефон и самые важные иконки это иконка поиска избранные то есть когда человек добавляет ну чтобы товар не потерялся он его не хочет купить сразу до добавил избранное все он сюда потом перейдет поэтому сердечку и там будут все избранные товары которые он добавил дальше иконка это сравнение товаров и корзина соответственно наверху красуется плашка где можно указать город какую-то информацию и сейчас это как бы главная страница этого демо сайта на главной странице имеется конструктор но это не в том понимании конструктор типа элементар это просто конструктор что вы можете создать разные товары в разные категории вашего магазина и очень быстро вывести на на главный вот такими блоками вы видите цветными и вывести товары или группу категорий товаров вот таким вот образом симпатично только для главной страницы оформление подвала здесь можно сделать до пяти колонок разместить там меню кнопки информацию и вы можете сами просто наблюдать перейти по демо магазину посмотреть как просто вот воочию визуально как быстро страницы подгружаются при наведении на товар красиво это анимационно все работает как в принципе на любых наверное темах для woocommerce посмотрим карточку товара есть возможность купить в один клик сразу добавить в корзину детали заказа отзывы похожие товары и недавно просмотрены то есть все классические здесь есть как и в любом другом интернет-магазине я эту тему пощупал понастраивал давайте перейдем теперь на мой демо сайт не смотрите не ругать меня что если возможно здесь по цветовому решению не все хорошо просто я игрался с настройками для главной страницы я тоже использовал конструктор вывел слайдер вывел те же стулья с демо магазина и вывел некую категорию товаров то есть здесь я вывел именно категории то есть в каждой категории еще есть и товары и давайте пройдем в настройки данной темы я сейчас нахожусь в админке своего демо сайта тема у меня установлена активирована я ее настроил и давайте пробежимся по важным моментам данной темы то есть смотрите вы должны понимать если вы используете интернет-магазин то нельзя взять абы какую тему которая вам понравилась на wordpress тема должна специально заточена быть под в у коммерс иначе вы увидите какие-то несоответствия в плане внешнего вида дизайна блоки там куда-то уплыли уехали такое вы можете увидеть поэтому вы должны всегда понимать тема должна специально быть разработана под именно интернет-магазина в у коммерс бона как раз та самая тема давайте мы с вами перейдем темы у меня сейчас только две темы тема астра и тема бону информация темы о теме на момент записи данного видео бону я использую последнюю версию 140 здесь я перехожу в настройки вы видите что здесь все кнопки все элементы на русском языке в большей части монитора мы будем видеть сразу как выглядит сайт изначально вы должны понимать что это все вложенные пункты то есть заходя например структуру вы будете видеть и другие настройки чтобы видео не получилось слишком большим я пробегусь по самым каким-то интересным возможно сложным моментом где у вас могут возникнуть вопросы в плане настройки данной темы бону так как она на русском языке вы просто будете заходить смотреть тут вот что тут можно рассказать до шапка на всю ширину или шапка обрезана просто настраиваете и сразу вот здесь в визуально вы будете видеть что происходит но давайте на примере если я сделаю фиксированную шапку то вы увидите что вот здесь вот появились пробелы и шапку сайта я как бы обрезал то есть если вы хотите сайт сделать колонкой вы можете это быстро сделать всевозможные отступы вы сразу все это можете настроить настроили вам нравится как выглядит нажимали опубликовать и тогда уже эти настройки ваш применится уже прямо на сайте также внизу есть такие иконочки вы сразу можете видеть мобильную адаптивную версию то есть как будет сайт выглядеть реально на мобильном устройстве как я уже говорил ранее тема заточена абсолютно все здесь красиво смотрится то есть конкретно мобильную версию вам настраивать даже не нужно она уже настроена единственно что здесь у меня просто большой логотип, поэтому здесь это, возможно, смотрится некрасиво. Логотип нужно меньшего размера здесь использовать. Но давайте не будем затягивать, так как у нас WooCommerce, интернет-магазин, тема заточена под интернет-магазин, поэтому мы сразу начнем рассматривать моменты, связанные с интернет-магазином. Ниже вы можете видеть, у нас есть вкладки WooCommerce и расширенные настройки WooCommerce. Давайте сюда перейдем, расширенные настройки WooCommerce. Здесь нет пояснения, я хочу вам пояснить, вот вы увидите такую здесь единственную опцию, хук цикла внутри вложенного блога. Вы сразу зададитесь вопросом, а что это такое? Эта настройка была добавлена для обратной совместимости, чтобы хук выводился в старом месте, либо в новом внутри блока, внутри блока div. Некоторые плагины используют WooCommerce для вывода дополнительного контента в карточке товара. И если она отображается некорректно, можно использовать эту настройку. То есть смотрите, если вы вдруг какие-то плагины дополнительные будете использовать, которые выводят какой-то контент в карточку товара. Смотрите, для тех, кто не понимает, вот карточка товара, это вот мы заходим в товар, вот это и есть карточка товара. Тогда включаем просто эту птичку, ставим опубликовать и по идее вот это несоответствие должно исчезнуть. Давайте с вами посмотрим, у нас есть WooCommerce вкладка и здесь пробежимся. Первая вкладка у нас уведомления магазина. Ну здесь все на русском, я не буду комментировать, просто читайте. Лишь покажу, что текст, который вы здесь водите, вот он у меня ниже, вот здесь вот будет на сайте реально отображаться. Вот вы видите, здесь это находится. Дальше. Каталог товаров. То есть на странице магазина, по сути, это вот сейчас перед вами открыта эта страница, да? То есть это просто магазин, здесь может что угодно быть написано. Категория товаров. Показывать товары, показывать категории. То есть если категории, то вы видите, сейчас показываются не товары, а сейчас показываются именно категории. То есть я должен перейти сначала в категорию и увидеть там уже список товаров. Просто здесь у меня один товар есть. Я выберу показывать товары. Также настройка при отображении категории. Можно выбрать показывать ли еще под категории, отображать под категории и товар. У меня под категории нету, поэтому движемся дальше. исходная сортировка товаров сортировка по умолчанию вот у нас есть тоже здесь такая некая сортировка для пользователей по цене по убыванию вы видите сразу меняется то есть сразу изначально по умолчанию вы можете выбрать какие товары будут в самом верху и товары в строке например я сделаю два товара вы видите фотографии больше то есть два товара в строку 4 сделаю вот вы видите выглядит уже мелко то есть на ваше усмотрение как вы хотите это сделать и строк на странице также вот здесь у меня выведен фильтр сейчас мы позже о нем поговорим специальные у нас виджеты присутствуют их можно вывести в сайт баре как и последние отзывы о товарах да так и категории товаров так и сортировка фильтры так называемая для интернет-магазина то есть а сортировать по габаритам там по цвету по стране ваших товаров да по отфильтровать по цене диапазон цены то есть от и до какой цены искать товар то есть это просто ползунок вы двигаете то есть это на ajax технологии без перезагрузки у вас будет это работать обновляться давайте посмотрим прямо на фронтальной части сайта я просто двигаю ползунок в данном случае с ценой наверное это не так у нас если нажму показать вот сразу сортируется давайте я сброшу эти фильтры скажем если я выберу желтый то вот 10 как раз ajax технология то есть без перезагрузки страницы показывается единственный товар потому что у меня он здесь единственный в желтом цвете если аптечку снимаю страница как бы назад откатывается показывается вот немножко вперед забежал на самом деле про фильтры сейчас я тоже поговорю давайте дальше с вами посмотрим оформление заказа как только я эту опцию выбираю вы видите страница здесь тоже обновляется чтобы человек сразу понимал что он настраивает то есть этот товар где человек вводит свои данные куда будет товар доставлен и где человек обычно выбирает способ там оплаты и так далее то есть последний шаг прежде чем он нажмет оформить подтвердить заказ здесь тоже особо так в принципе объяснять то нечего все на русском языке единственно что вы не понимаете что коопционально это необязательное поле вы видите здесь поле телефон и написано не обязательно то есть если это обязательное поле тогда страница обновляется и будет звездочка говорящий о том что это поле нужно обязательно заполнить здесь вы сами решаете какие поля для вас обязательно также можно выбрать политику конфиденциальности возможно кому-то нужно больше полей эту галочку снимаем и тогда человек может еще вести поля заполнить адрес почтовый индекс и так далее кому-то возможно нужно сокращенно иметь вот такие вот поля кому-то это подойдет движемся с вами далее кстати после покупки вы будете иметь вот такую страницу документации на любую тему которую вы купите в пашоп здесь вы сможете в деталях увидеть настройки все рассказывается рассказывается что где нужно сделать если вдруг вам моего видео будет недостаточно мы идем с открытός на какой-то агент или агент условиях я спокойнее не разочаровывалась это очень естественно волгие ребенка уже на сайт такой в derecha у меня д 401 что соответственно hindersawATE давать 2009 в положение он имеет солнечного конкретной конструкции но и всегда есть для ноги – потому что я не buck или online и канал вертether – можно ответить настройки кстати это навязательстваplain особенно те Snapdragon 3 менее 1 — никаких правильных вот видите слева сайт бар или вообще здесь не показывает сайт бар то есть в категории я сохранюсь пускай мне не показывается дальше магазин вкладка общая магазина на вас менюшка так и будет называться вы можете переименовать вместо магазин что угодно написать товары или категория товаров вместо слова магазин вот как раз таки для этой странице магазин где выводится список о всех товарах в принципе все что вы добавляете на свой магазин вот здесь он показывает ли сайт бар вот он не показан здесь справа здесь он сайт бар ввожу 1 то есть у нас несколько сайт баров дальше товар здесь вы управляете количество колонок недавно просмотренных когда мы заходим в сам товар в карточку товара ниже вот это вот видите информация например я сейчас сделаю в две вот в две колонки оставим четыре и количество недавно просмотренных вот недавно просмотренных давайте сделаем один вот один товар только если вы хотите этим управлять вы можете это сделать как правило сайт бар не показывается в карточке товара но если вы хотите сделать то вы можете выбрать показывается сайт бар еще и в карточке товара но естественно сайт бар я выберу один вот он у меня здесь вы видите показывается если это конечно вам нужно я сделаю не показывать ниже вы можете управлять а вот эта информация описание детали отзывы это у нас называется то бы если вы хотите их отобразить например вертикально то это можно сделать вот вы видите кому больше нравится и еще есть последовательно давайте посмотрим то есть идет описание потом идут атрибуты товара но смотрится честно говоря как-то как будто бы здесь нету стилей совсем и самый на мой взгляд наилучший вариант это вот такие табы также можно выбрать описание на всю ширину и выбрать например не отображать табы tab с отзывами я оставлю что все табы эти необходимы также есть возможность настроить дополнительные табы но дополнительных табов у меня здесь скорее всего нет внесли изменения не забываем нажать опубликовать идем карточка товаров здесь на самом деле ничего выбрать нельзя возможно здесь появится какой-то дополнительный выбор если у нас будет какой-то кастомные произвольная карточка пока ничего нет естественно тогда мы здесь ничего не рассматриваем также избранных товаров у меня нет здесь тоже пропускаем давайте дальше сравнение товаров включить сравнение товаров если я галочку снимаю то вот здесь вот иконочка в карточке товара сравнение товаров исчезнет и исчезнет она в шапке сайта давайте я верну страница обновляется видим иконка вернулась я рекомендую эту галочку включить чтобы человек мог отсюда перейти в сравнение товаров и видеть всегда эту иконку в шапке сайта показывать значок с количеством это как раз таки вот здесь вот у меня было два то есть два товара находя находились на странице сравнения товаров я считаю что лучше оставлять эту галочку вот сейчас вы видите здесь двоечка стоит также лимит товаров ограничить количество добавленных а в сравнении тоже можете этим управлять показывать ли сайт бар на этой странице и какой сайт бар выводить посмотрите если мы с вами перейдем по сути это некая страница где у меня есть два товара которые я могу сравнивать между собой я их сюда добавил то есть я зашел в карточку товара нажал на иконку сравнить зашел в другой товар и нажал на иконку сравнить чтобы их между собой вот на этой странице сравнить и соответственно я могу здесь еще и выбрать показывать ли сайт бар опубликуем пойду на эту страницу вот сайт бар здесь тоже выводится на странице сравнение товаров на ваше усмотрение цена данную опцию сейчас я показать вам не смогу у меня не настроена здесь распродажа но из описания понятно что здесь мы можем управлять вот этим вот моментом а давайте дальше с вами посмотрим мы с вами пробежались по основной настройке в у коммерс расположению блоков по количеству товаров по колонкам и так далее давайте быстренько я пробегусь по главной странице именно конструктор где мы можем выводить слайдер только для главной странице и для главной странице выводить сразу вот так вот такими блоками товар то есть первое что вы должны сделать вы должны перейти в настройки wordpress перейти чтение и здесь главная страница вы выбираете например домашняя страница главное именно главная страница для слайдера и конструктора то есть ее здесь обязательно назначаете после этого мы с вами возвращаемся темы настроить переходим здесь есть прям конструктор и здесь я добавляю слайдер то есть у вас этих моментов здесь не будет вы просто видите внизу такие кнопки нажимаете на слайдер он у вас открывается вот здесь вы настраиваете настройки слайдера это количество слайдов у меня один если я сделаю 3 вы увидите вот такие вот блоки то есть три слайда сразу показываются я выбираю один тут на ваше усмотрение скорость прокрутки 2500 миллисекунд прокрутка как сейчас вы это видите на всю ширину отключить на мобильных устройствах можно если на мобилках слайдер вам не нужен а дальше вы просто добавляете сначала вы выбираете медиа это если вы просто произвольную картинку хотите загрузить со своим текстом вот он заголовок со своим описанием вот видите описание любой текст с кнопкой вот кнопка например купить вот она купить и ссылкой например на внутреннюю страницу на какой-то товар например вы какой-то делаете распродажу здесь это можно настроить или вы можете выбрать пост то есть это пост в блоге если вы еще видите блок на своем интернет-магазине выбрать сразу чтобы прикрепился товар или категория товара сделали дальше вот это у меня второй уже блок то есть я добавил три слайда три типа я выбрал медиа загрузил три картинки для каждой картинки загрузил свой заголовок свое описание то есть то что вы сейчас вот здесь видите заголовок ликвидация заголовок на самом деле это три слайда просто три картинки три медиа файла то есть все три слайда у всех трех слайдов тип медиа думаю здесь разберетесь и И кнопка «Добавить слайд», если у вас больше трех слайдов. То есть вот так вы открываете. Сначала выбираете тип, например, «Пост». То есть, соответственно, это уже у меня будет четвертый слайд. Если потом вы решили удалить один слайд, открываете его. Здесь будет «Удалить слайд». То есть один слайд. Если удалить полностью слайд, то вот эта кнопка. А дальше ниже для главной страницы идет типа «Конструктор». То есть вот он у меня «Товары». Это вот я вывел «Стулья». И дальше я вывел «Категории товаров». То есть три категории с разными товарами и одежды. Здесь вы можете выбрать сюда в «Конструктор» для главной добавить еще и HTML-код. И вставить туда какой-то кусок кода, например, форма подписки. «Пост», «Товары», «Категория». Вот как раз-таки вот эта категория товаров. Вот она у меня. Видите, я просто написал категорию одежды. Вот этот заголовок. Через запятую перечислил ID категорий. У меня их всего три. Вот они здесь вывелись. И также я могу назначить задний цвет. Вот вы видите, сзади заливка закрасилась. Но я здесь цвет использовать, наверное, не буду. Сейчас я покажу, как посмотреть категории ID, чтобы вывести их здесь. Если это просто одна категория из интернет-магазина, например, только «Стулья», то я добавляю товары вот этой кнопкой. У вас появятся вот такие опции. Заголовок «Стулья» можете не использовать. Я прописал «Стулья», потому что я хочу здесь его использовать. ID категорий 20. То есть все стулья у меня относятся к категории с ID 20. Другие параметры я просто не заполнял. И у вас есть выбор еще здесь, как выводить вот такими мелкими товары размером и управлять цветом, заливкой заднего фона. Вот так вот. И таким образом для главной страницы может сколько угодно быть вот таких вот блоков. Давайте этот цвет мне даже нравится. Я его опубликую. Теперь смотрите, ID очень легко, да, кто не знает, как получить. Вот я хочу вывести «Стулья», но я не знаю идентификатор категории. Смотрите, как легко это посмотреть. Вы переходите здесь в «Товары», «Категории». Здесь будут все ваши категории вашего интернет-магазина. Например, «Стулья». Вот вы видите «Стулья». Я просто навожу мышку на «Стулья» и обращаю внимание вот сюда вот просто внизу. Видите, ссылка у нас длинная-длинная появляется. И вот вы находите ID, идентификатор равно 20. Потом идет знак бесконечности, пост. Вот ID равно 20, нам нужна только цифра. Вот это 20. Все. Вы запоминаете, что у категории «Стулья» ID 20, и прописываете ее в нужной области в конструкторе, когда добавляете туда посты. Вы только что видели, где это находится. Думаю, с конструктором здесь все понятно. Давайте еще пробежимся с вами по поводу подвала сайта. То есть, как я вывел в четыре колонки информацию об этом. Для этого нам нужно перейти в внешний вид «Настроить». То есть, возвращаясь в «Настройщик темы». Здесь мы с вами переходим в модули, находим подвал. Здесь вы выбираете, здесь написано «Максимум 5 колонок». Выставляете, например, как у меня, если хотите, ну и как на демо-сайте, у них 4 колонки. Вот вы видите. Это мы только, так сказать, разметили подвал. Тут информация сама с собой не появится. А вот этот текст копирайтов – это то, что находится здесь. Указывайте здесь. Также вот здесь вы можете поставить счетчик аналитики. Например, Яндекс.Метрика, если хотите следить за количеством посещаемости, за посещаемостью вашего интернет-магазина, ну там не только посещаемость, да, откуда зашли, возраст, мужчина, женщина, там много информации. Код счетчика размещаете здесь. Смотрите, вы здесь размечаете 4 колонки, нажимаете «Опубликовать». Как только вы здесь это разметили, вы идете, отсюда выходите, переходим с вами в внешний вид, в виджеты, и у вас появляется вот здесь вот, после того, как вы разметили подвал, у вас появляется здесь «Подвал 1», «Подвал 2», «Подвал 3» и «4». Вот это все у вас здесь появляется. И давайте посмотрим. Первое, что я вывел – это иконка, боно и текст. То есть я просто вот с этой стороны в «Подвал 1» вытянул HTML-код. То есть это вот этот виджет. Просто мышкой, кто не знает, вот так вот перетянул вот сюда в подвал и настроил. Или вы можете вот так вот выбрать и указать «Подвал», если мышкой не хотите перетягивать. Но это уже базовый момент, я думаю, вы должны это знать. И смотрите, как вообще вот этот код получить, да, то есть у меня здесь и отступ есть текста, вот до этого текста, и этот вот текст у меня более мелкого размера. Смотрите, как все это легко сделать, если вы хотите вот как на демо-примере. Я перехожу сейчас на демо-пример. Правой кнопкой мыши я кликаю сюда. Я использую браузер Opera, но это может быть любой другой браузер. И выбираю в контекстном меню «Просмотреть код элемента». Здесь я сейчас я вот так вот растяну. Вот сюда я на эту иконку кликаю, чтобы не смотреть на мобильное устройство. Видим вот здесь вот такая стрелочка. Еще раз по ней кликаю. То есть вот видите, определяю момент. Например, вот этот текст кликаю, вижу, подсвечивается строка правой кнопкой мыши здесь и «Посмотреть HTML». Вот. И просто отсюда вот так вот копирую. Здесь идут уже просто HTML теги BR, это перенос строки. То есть кто не знает совсем HTML, вам проще отсюда просто вот так вот скопировать, вставить все на сайт и просто текст замените на свой. Если вы хотите, чтобы у вас был внешний вид абсолютно, то есть вот так же. Соответственно, иконка вот этого, да, вы выбираете. Правая кнопка мыши «Edit HTML». Вы прям всю конструкцию копируете, а здесь просто потом ссылку замените на картинку из вашей медиа. Все. Просто здесь уже «Alt» тоже поменяете там на свое. «Alt» — это тег-заголовок для SEO-оптимизации изображения. Размеры можете поменять, да, ширина картиночки. И вот он, Margin Button — это отступ снизу, 10 пикселей. То есть если вы хотите все это использовать, просто копируйте, к себе вставляете. Я просто так же и сделал. Вот он, весь код, сюда вставил и все. Останется только заменить данные на свои. Соответственно, «Подвал 2» — это просто меню навигации. Здесь я написал «Помощь» и выбрал меню. Естественно, меню у вас должно быть уже создано. Давайте посмотрим. Вот меню. Здесь это выбран. Вот здесь вы находите меню навигации. Виджет перетаскиваете сюда и настраиваете. «Подвал 3» — это меню 2. Вот он. Здесь у нас есть контакты. Сейчас я покажу вам, как я вывел. То есть форма контактов — это не отдельный плагин. Она встроена в тему боно. Шорт-кодом она выводится. И у вас готовая форма. И здесь у нас еще есть один блок с социальными кнопками. У вас как раз-таки здесь может возникнуть сложность. Здесь просто шорт-кодом выводятся социальные кнопки. То есть те кнопки, которые вы настроите здесь, в шапке сайта, добавьте ссылки просто там, где вы есть в социальных сетях. То есть вот это все настраивается в шапке. В настройках темы боно. Но вот чтобы они здесь появились, вам нужно перетащить текст. То есть это вот этот вот виджет. И просто вот как у меня, видите, написать в квадратных скобках «social» с нижним подчеркиванием «profiles». Все. И все социальные кнопки, которые настроены у вас вот здесь, они у вас вот здесь вот покажутся. И также у меня здесь выведен текст. Еще один просто с текстом. То, что вы видите здесь. Теперь давайте сразу с контактной формой. Вы просто создаете страницу, называете ее «Контакты». И вот посмотрите, как у меня это выведено. Вот такой вот шорткод в квадратных скобках. Вы все это можете найти на странице «Описание документации», «Темы боно». То, что я вам показывал здесь. То есть просто вбиваете шорткод, нажимаете «Обновить», «Создать страницу». И создаете это в меню. Не забудьте, что меню вам нужно создать. Вот здесь. Разметить его. То есть у меня есть два меню. В первом меню, вот вы видите, все менюшки у меня выводятся. Это все то, что у меня находится вот здесь вот наверху. Ну, то есть я здесь вывел. Человек может видеть и свои заказы, загрузки, адрес свой прописать. Может нажать «Выйти». Нажмет «Выйти». То есть здесь будет поле регистрации и авторизации на сайте. Все это я вывел здесь. Также меню 2. Это меню подвала, где я вывел карту сайта и контакты. То есть когда контакты вы создали, вы сюда переходите, страницу находите здесь, контакты, да, и переносите в это меню. Не забудьте нажать «Сохранить меню». Теперь поговорим про фильтры и вот этот сайт-бар, как я его здесь реализовал. Конечно, вам надо сначала создать товаров, если вы только начали в вашем интернет-магазине. В каждом товаре я создал некие атрибуты, которые здесь назначил. Атрибуты вы можете добавить здесь. То есть это цвет, габариты, регулировка высоты. Все, что присуще вашим товарам, вы его здесь создаете очень легко. Когда вы добавили хотя бы пяток товаров, добавили атрибутов, далее вы переходите в внешний вид виджеты. И здесь уже есть готовые виджеты. Смотрите, я их разместил в сайт-баре 1. Вот просто название, смотрите, активный фильтр товаров. Здесь ничего нет, просто заголовок. Фильтр товаров по цене, фильтр товаров по цвету. Просто вывел их в сайт-бар 1. Все виджеты находятся необходимыми вами для вас здесь. И все, они здесь, вот они все отображаются. Теперь смотрите, здесь есть некий момент, специально кому-то нужно будет, кому-то нет. Если мы посмотрим на демонстрацию мобильной версии, сейчас, или вы можете даже через телефон зайти, вы можете увидеть, что у меня фильтры некоторые добавлены. Но для некоторых, если вообще не нужно отображать вот эти вот фильтры на мобильном устройстве, чтобы их вообще здесь не было, здесь вы найдете вот такой вот блок фильтров в мобильных устройствах. Он у вас изначально будет пустой. Вот смотрите, запомнили, да? Здесь фильтры есть. Я просто виджеты убираю. То есть у вас изначально будет здесь пусто. Все. Если я сейчас обновлюсь, я здесь фильтров не увижу. То есть кому фильтры на мобильной версии не нужны, вы просто не добавляете вот в этот блок эти виджеты. То есть смотрите, если я сейчас посмотрю на компьютерную версию сайта, обновлюсь, то на компьютерной версии это все у вас будет. Не будет только на мобилке. Вот имейте это в виду. Если на мобилке вам тоже нужно, здесь добавляете. Это абсолютно те же виджеты, что я использую в сайт-баре 1. Абсолютно те же. То есть вы можете даже выборочно. У вас здесь будет большее количество сортировки, а для мобилки будут меньшее, например, самое необходимое. Это можно сделать. Это плюс теме бону. Думаю, видео на этом я буду заканчивать. Оно получилось и так у меня большим. Все-таки это обзорное видео. И чтобы вы понимали, это видео-обзор больше темы, нежели интернет-магазин в WooCommerce. То есть для кого-то, возможно, показалось мало информации в этом видео по настройке. Но это обзорное видео. Это не детальная серия уроков, как все настроить. Я планирую записывать в следующих видео большую серию уроков, как я это делал для других продуктов. Возможно, кто следит за мной, знает об этом. Именно по WooCommerce. И смотрите, я буду использовать эту тему в следующих серийных уроках по настройке интернет-магазина WooCommerce. То есть, возможно, в следующих уроках я буду где-то забегать в какие-то настройки данной темы, которые я не затронул в этом обзоре. Таким образом, я, так сказать, закрою вот эти моменты, которые, возможно, я не осветил, которые необходимы были для вас, которых я здесь не затронул. Давайте на этом видео закончим и увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, вам тема понравилась. Если это так, от меня еще скидка на данную тему. Покупайте, наслаждайтесь, пользуйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!